Всем привет! Сегодня я поделюсь небольшим кусочком своих знаний и расскажу вам как включить светодиод в розетку 220 вольт. Это вроде бы простая задача, у многих вызывает трудности. Конечно было бы очень легко и просто взять вот этот маленький светодиодик и воткнуть его в розетку. Быть может когда-нибудь я такой ролик вам покажу, а пока давайте немножко посерьезней. Я расскажу вам как подключаются вот такие светодиоды к розетке 220 вольт. Напрямую подключать светодиод нельзя, в розетке переменное электричество достаточно большого напряжения и нам понадобятся сопротивление к примеру такое, диоды к примеру такие. Как видите я использовал очень большие элементы крупные, к таким элементам рекомендуется подключать большие светодиоды. Ну да ладно, больших светодиодов, а тем более вот таких сопротивлений вряд ли у кого найдутся. Поэтому мы будем использовать для маленького светодиода, маленькое сопротивление и маленький выпрямительный диод. Где их взять? Можно взять в разогнанных лампах освещения, можно у кого-нибудь в кармане или в коробочке, а можно даже купить. Для того чтобы из этих трех несложных элементов составить настоящую рабочую схему, мне потребовался лист бумаги и карандаш. Для подключения светодиода к сети 220 вольт я использую следующую схему. Она аналогична схеме включения индикаторных лампочек, о ней я расскажу немножко позже. Итак, чтобы включить светодиод в розетку нам потребуется резистор или сопротивление. Параметры резистора есть на схеме. Озвучу. 680 кОм. Сам светодиод. Вот его схематичное изображение. И небольшой диод для того, чтобы напряжение было выпрямлено. Дело в том, что если не выпрямлять напряжение, то в большинстве случаев наш светодиодик просто-напросто сгорит. Что происходит в этой схеме? Из розетки в 220 вольт напряжение мы подаем на резистор и выпрямляющий диод. Резистор гасит основную часть напряжения, а дальше положительные полупериоды зажигают наш диодик. Но это все теория. Давайте воспроизведем все это в практике. Нам потребуются провода, вилка, немного терпения и трудолюбия. Мы делаем несколько магических пасов рукой и перед нами готовая электрическая схема. Вот наш резистор, вот наш выпрямляющий диод и вот светодиод. Осталось включить нашу схему в розетку и посмотреть будет взрыв или получится что-нибудь иное. Будьте осторожны, все-таки 220 наш светодиодик светит красным светом как видите светодиод включенный в розетку прекрасно светится А теперь, как я и обещал, я покажу вам как включаются индикаторные лампочки. Схема их включения аналогична, но более проста. Дело в том, что для индикаторной лампочки подобного плана не имеет значения направление и включать ее можно, используя всего лишь одну деталь, гасящий резистор. Мы подключаем уже готовую схему. Параметры указаны на рисунке. Лампочка у меня ТВО 1.2 и 220 кОм двухватное сопротивление. Подключаем к вилке, так удобнее включать в розетку. Ну а теперь вперед. Наша оранжевая индикаторная лампочка прекрасно светится. Схема ее включения прямо перед вами. Это конечно очень простые схемы и использовать их может любой. Конечно и сейчас вам показал две очень простые схемы и у некоторых они просто вызовут улыбку. Но поверьте, иногда на ютубе просто не хватает человеческой простоты. Ведь многие вещи, которые делаются слишком сложно и объясняются заумными терминами на самом деле очень и очень просты. А на этом все. Пока!